Здравствуйте, друзья! Хочу познакомить вас с невероятным ченнелингом, который не оставит вас равнодушными и заставит серьезно задуматься над многими-многими вещами. Кремниевое тело от Никола Тесла. Контактер Михаил. Высшая сила Никола Тесла. Челенинг. Никола Тесла. Привет, мои изобретатели своей жизни. Я ваш верный слуга Никола Тесла. Мне очень приятно с вами попеседовать, мои друзья. Я хочу рассказать вам о том, где я сейчас нахожусь. Я пребываю в четвертом измерении. Я видел, как на земле некоторые контактеры, которые принимали от меня диктовки, передавали то, что я уже полноценно живу в пятом измерении. Это было их желанием, но не самой реальностью. Увы, я нахожусь еще в четвертом измерении, но я уже на выходе к пятой мерности. Мне осталось еще совсем чуть-чуть. Особенно мне помогает Великий Переход, который начался в конце 2012 года. Какое прекрасное время! Сколько возможностей вознестись! Я не успел вознестись в пятое измерение, потому что духовность не была моей специализацией при жизни. Хотя во мне ее было море. Если бы я плотнее занимался этим вопросом, то я, безусловно, давно бы вознесся из четвертого в пятое измерение. Но этому не суждено было случиться. Ибо я выбрал служить человечеству в качестве изобретателя, посвященного в тайные эзотерические знания. Как контактеру передавали высшие силы, чтобы я создавал необходимые обществу изобретения и сделал электричество настолько доступным и легко добываемым, чтобы оно стало бесплатным. Но мне помешали реализовать это темные силы. И наше правительство, которое жестко контролировали мои разработки, боясь потерять свою власть над миром, основанную на нефти, газе и угле. Так что я был пророком не своего времени. Человечество еще было не готово к таким потрясающим изобретениям, которые мне спустили в сознание высшие силы. Из этих изобретений вы обязательно сделали бы оружие и поубивали бы друг друга за считанные секунды, не оставив на земле ни капли жизни. И поэтому я все свои работы сжег. До них не успели добраться слуги правительства США и других стран. Они получили лишь скудные и обрывистые сведения о моих изобретениях. Они не смогли на их основе создать глобальное оружие управления погодой и молниями и всеми циклами природы. Я не позволил им это осуществить. Негодяи. Теперь, милые мои друзья, я вам расскажу о ваших световых кристаллических телах. Мне все интересно. Я любопытен как кот. Я все сведения о переходе Земли и человечества высшие миры вынюхал в своем четвертом измерении, постоянно обращаясь на эту тему с высшими сонмами. Так что я специалист по вашему вознесению. Улыбается. Вам известно, что ваши тела изменятся. Углеродные соединения будут сменяться на кремниевые. Также вам наука рассказала, что из себя представляют белки и углеводы, из которых преимущественно и состоят ваши тела. Белки и углеводы это те же самые соединения углерода, которые состоят из разнообразных форм молекулярных цепочек. И особенности этих форм зависят от того, какую функциональную возможность нужно получить от этих белков и углеродов. Так вот. Устарели ваши тела. Они уже не актуальны. Их надо менять. Вы в своих белковых одежках-телах долго не проживете под лучами вознесения. Вы знаете, в чем выражается переход. В ультрафиолетовом и рентгеновском излучении. Отсюда у вас и озоновые дыры в атмосфере, которые пропускают на вашу землю крайне радиационные лучи. А вы глупо полагаете, что это ваша промышленность способна создавать эти озоновые дыры на пустом месте. Вообще-то она их создает, но в незначительном количестве по сравнению с тем, как это делают энергии вознесения. Ультрафиолетовые и рентгеновские излучения. Что пробивают вашу атмосферу насквозь. Ультрафиолетовые и рентгеновские излучения – это энергии эфирного тела Вселенной, Земли и Солнечной системы. Это буквально эфир, изучением которого я занимался всю жизнь. Эти излучения приходят в ваш мир, потому что в эмоциональное, ментальное и более высшие тела Земли приходят энергии более высоких вибраций. А эти энергии многомерны. А эти энергии многомерны. И они как бы оседают вниз по тонким телам нашей планеты. От ментального к эмоциональному, от эмоционального к эфирному в виде уже ультрафиолетового и рентгеновского излучения. И физический ваш мир в виде озоновых дыр. То есть, ультрафиолетовые и рентгеновские излучения – это лишь материализованное следствие энергии более высших тел Земли и Солнечной системы. И поэтому озоновые дыры – лишь один из многих симптомов вознесения вашей Земли. Но теперь подумайте, дорогие друзья, как ваши тела смогут жить на Земле, когда вместо вашей атмосферы будут сплошные озоновые дыры, полностью пропускающие ультрафиолетовое и рентгеновское излучение космоса. Углеродные ткани такую нагрузку не выдержат. Вы сами это знаете. Происходит радиационное облучение и постепенное мучительное умирание человека. Так как вам этого избежать? Массового облучения и умирания человечества? Все продумано высшими силами. Ультрафиолетовые и рентгеновские излучения постепенно и плавно входят в пространство нашей планеты. Отчего вся природа на ней, шаг за шагом, на всех уровнях тонких тел Земли подстраивается под эти излучения – высокие вибрации эфира. Эфирный план Земли – это именно то, что и отвечает за трансмутацию ваших белковых тел в кремниевые. Ибо эфир – это самое приближенное к материальному миру измерение. Он главный посредник-переносчик материализации между проникающими энергиями высших миров и вашим физическим телом. И поэтому нужно обратить свое внимание к эфиру, чтобы понять, как он будет конструировать ваши новые физические тела. Кремниевые белки еще не существуют массово в вашей природе, но им уже суждено появиться. Ибо эти белки – устойчивые структуры в отношении ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Они для них не только безвредны, но и даже полезны. Кремний – более твердый элемент, чем углерод. Кремний, как вы знаете, имеет способность высекать искры при трении его от такой же кремень или другой материал. И потому кремний – это огненно-каменная материя, которая при соприкосновении кремниевых клеток друг к другу будет вызывать в ваших телах буквально физический огонь. Взаимодействие ваших новых клеток будет всегда сопровождаться выбросом тепла и молекулярного огня. Это повысит температуру ваших тел, а температура 36,6 уже не будет нормой для ваших новых светокремниевых тел. Огонь есть свет. Он – его источник. И поэтому огненные процессы, которые будут происходить между вашими кремниевыми клетками, можно назвать световыми процессами. И потому вы называете ваши будущие кремниевые тела световыми кристаллическими телами. У вас буквально каждая кремниевая клетка будет полыхать огнем, светом и теплом. Вам известно, что в жаркой температурной среде все паразиты, микробы, грибки и вирусы жить не могут. И потому в такой горячей атмосфере ваших межклеточных пространств организма не сможет выжить ни одна болезнетворная бактерия. Ни один вирус. И потому ваши новые кремниевые тела никогда не будут болеть. Они будут иметь абсолютное и непобедимое здоровье. Что можно сказать про старость? Она еще будет существовать. Кремниевые тела это тела третьего измерения. Они призваны являться переходным материалом, чтобы в них вы могли выдерживать любой напор ультрафиолетовых и рентгеновских волн космоса. Они призваны облегчить и усилить ваш переход. Вы должны понять, что кремний это элемент трехмерной материи. В четвертом и пятом измерений есть своя, другая, периодическая таблица не Менделеева, а Бога. Улыбается. И потому вы немного неправильно оцениваете понятие световое кристаллическое тело и кремниевое тело. Вы их почему-то смешали. А зачем? Как вы себе представляете такое, что трехмерная материя будет являться главной составной частью ваших тел пятого измерения? Вы не слышите в этом парадокс? Вы не знаете, что в каждом измерении своя материя? Не похожая на материю измерение, которое находится в отношении него на уровень ниже. Странно, дорогие друзья, странно, дорогие, что вы одно смешали с другим. Кремниевые тела это световые кристаллические тела, но менее совершенные, чем световые кристаллические тела четвертого и пятого измерений. Только давайте договоримся, что вы будете различать эти понятия и не смешивать одно с другим. Любое трехмерное тело и любой физический элемент вашего мира смертны. Кремниевые тела живут дольше и без болезней, но старость, увядание и смерть их также преследуют. В таких телах можно прожить максимум 500 лет. Больше не получится, да и не надо. Вы же не собираетесь задерживаться в третьем измерении? Вы хотите попасть в высший мир. Еще вам нужно объяснить, почему кремниевое тело не только световое, как я уже объяснил, а еще и кристаллическое. Друзья, вы понимаете, что из себя представляет кристалл? Кристалл – это форма материи, которая наиболее упорядочена и систематична, чем что-либо еще существующее во Вселенной. Кристалл очень тверд и хорошо пропускает свет, потому что его атомы и молекулы расположены друг от друга почти на одинаковом расстоянии. В результате между ними возникают пустоты – окна, через которые могут хорошо проходить электроны и особенно фотоны, то есть свет. Кристалл – это решетка, буквально кубическая решетка. И вам известно, что решетка имеет большие просветы и пустоты, через которые можно просунуть даже руки или ноги, а также имеет прутья. Так вот, эти просветы – это большое и свободное микроскопическое расстояние между атомами кристалла, а прутья – это электронные жгуты и узелки между атомами кристалла, которые их скрепляют, как клей. Теперь вы поняли, что такое кристалл. И теперь вам легче представить, что ваше кремниевое тело будет более свободной средой с просветами и прутьями, связанными между его кремниевыми клетками и атомами, то есть в целом ваше тело станет кристаллом. А кристалл хорошо пропускает все излучения в свет. Атомы и клетки вашего тела не будут больше задерживать в себе какие-либо излучения, а будут их пропускать дальше, как это делает, допустим, алмаз. От этого вы будете буквально источать внутреннее свечение, которое будет видно физическим зрением, то есть фотоны света в вашем теле не будут поглощаться плотно расставленными атомами и клетками, а будут отражаться и преломляться внутри вашего тела, а затем преображаться в слабое, но заметное его свечение. То есть при солнечном свете будет не только видно, как этот солнечный свет вас освещает, но и как ваши тела сами из себя излучают фотоны. Это будет очень красиво. Друзья, вы будете сиять, как ангелы небесные, как ангелы небесные улыбаются. И поэтому ваши кремниевые кристаллические тела будут пропускать через себя любое радиационное излучение. Вы можете с такими телами спокойно пинать, как мяч, куски руды радиоактивного урана, и ничего с вами не случится. У вас не будет облучения, ибо ваши атомы и клетки так систематично и свободно будут расположены друг от друга, что это радиоактивное излучение будет просто проходить сквозь вас, никак в вас не задерживаясь. Но так как тела у вас сейчас состоят буквально из плотной материи атомов и молекулов, которые расположены друг к другу очень близко и плотно, то все излучения на вас останавливаются, аккумулируются вашим телом, создавая вашу лучевую болезнь и смерть от радиации. Ваши нынешние углеродные тела не пропускают излучение дальше. Оттого они так хрупки и смертны перед ультрафиолетовыми, рентгеновскими и радиоактивными излучениями. Кремний – это высекание огня. Огонь, если его скапливать в молекулярном и атомарном мире ваших клеток, постепенно концентрируется и становится радиоактивной энергией. И поэтому вы сами будете радиацией. Улыбается. И поэтому вы сами будете радиацией. К примеру, Солнце, ваше Солнце – это сконцентрированный огненный шар, вместилище постоянных огненных процессов термоядерного синтеза. И эта концентрация огня и создает известный вам радиоактивный фон Солнца, который, достигнув нашей Земли, снижается при соприкосновении с ее атмосферным фильтром. И поэтому вы станете подобием Солнца, заводом по производству в ваших кремниевых клетках искр света, тепла, огня. И поэтому вы сами станете радиацией. А радиация в переводе с латинского – это излучение. Луч. Вы станете лучиком самого Солнца, его детищем. Вы станете светить всему миру и на уровне физики фотонов вашего тела, и на уровне вашей духовности и сердечности. И поэтому, как подобное может навредить подобному? Рентгеновские, ультрафиолетовые и радиоактивные излучения, которые будут идти на Землю от Солнца, когда атмосфера вашей планеты станет сплошной глобальной озоновой дырой, не будут вам вредны, а будут даже полезны. Как если бы талая горная вода впала в реку или озеро, питая и наполняя их живительной силой. Вода в воде не рознь. Радиация, радиации, друг. И потому вы будете радиоактивными существами света в кремниевых телах еще даже в трехмерном мире. Не говоря уже о том, что будет с вами в высших измерениях. Там вы будете абсолютно мощным лучом беспредельного света. А почему, собственно, углерод нужно заменить именно на кремний в наших телах, а не на какой-либо другой элемент периодической таблицы Менделеева? Можете спросить вы. Это был бы очень хороший вопрос. Кремний, повторюсь, имеет очень важное свойство. При трении его от другой кремний, он создает огонь, свет и тепло. Это очень важный фактор при выборе природы того, какие тела живых организмов вместо углеродных она должна в себе иметь. Ей нужны тела, проводящие свет, тепло и огонь. Прямо внутри себя в больших количествах. В этом потребность ее и вашей эволюции. Только при таких огненных телах возможно сохранение жизни на Земле на фоне радиационного, рентгеновского и ультрафиолетового излучений во время переходного периода. Ведь не думайте же вы, что только у вас, людей, будут кремниевые тела. Кремний будет массово присутствовать во всей материи и во всех организмах Земли. Вся жизнь на вашей планете больше не будет углеродно-белковой, она будет кремниевой. И даже алмаз, самая гармоничная, самая твердая решетка, соединение углерода на Земле будет полностью состоять из кремния. Вы сможете, поигрывая бриллиантами ваших украшений, создавать фейерверк огня и свето-представление для себя и людей. Кремний улыбается. Ко всему прочему, кремний находится в четвертой группе элементов таблицы Менделеева. Как и углерод кремний, который расположен под номером 14 в этой таблице, буквально находится на один этаж выше, чем углерод, который стоит под номером 6. Углерод находится во втором периоде, на втором этаже, а кремний в третьем периоде, то есть на более высоком по своему функционалу этаже. Вам ничего это не напоминает? Это похоже на то, как если бы вы сами перешли в новое измерение, поднимаясь со своего нынешнего этажа на этаж выше в Доме Вселенной. Сначала четвертое измерение, а затем пятое. То есть углерод буквально возносится на одно измерение. Измерение период выше, становясь кремнием. Не сам углерод возносится, а его носители. Вся жизнь и вещества природы Матушки Земли. Вы возноситесь. Возносится ваше тело. Тела всей живой и неживой природы. От минералов до растений, животных и человека. И это вознесение клеток и атомов, их составляющих, происходит ровно на один этаж, период выше, от чего углерод и сменяется на кремний. Вот почему кремний лучше всего подходит в качестве замены углерода во всех телах вашей природы. Это основные причины. Другие элементы таблицы Менделеева не так хорошо подходят, как подходит для этого кремний. Теперь я вам немного поведаю о тайной природе кристаллов. Точнее и тайны-то тут нет никакой. Все очень просто, если это немножко изучить. Как я вам уже говорил, кристалл это пространство материи, в котором атомы и молекулы в отношении друг друга расположены просторно. В этом пространстве свободно и беспрепятственно перемещаются лучи света и разные высокие излучения. Тайная природа кристалла заключается в том, что вся Вселенная и есть многомерный кристалл. Дорогие друзья, вам известно, что Вселенная это огромный человек. Вселенная это многомерное тело Бога Отца, Богини Матери. И как вы думаете, какое тело имеют ваши творцы? Мама и папа нашего мироздания. У них белковое тело улыбается? Конечно же нет. У них световое кристаллическое тело, как и у любого представителя высших сил во Вселенной. Но если их тело это Вселенная, я думаю, вам стало понятней, почему все сущее это просто многомерный кристалл. Подобие создает подобие. Творец создал своих детей по образу и подобию своему. А его дети имеют кристаллическое строение своих тел. Белковое тело тоже кристалл, но крайне неограненный, несовершенный, помутненный, плохо пропускающий тепло, свет, огонь и излучение разного толка. И поэтому сам Творец есть кристалл. Все его тело Вселенная это кристалл. И сознание его это чистый кристалл, идеально пропускающий свет, тепло и любовь в отношении всех своих клеток существ, что живут внутри тела Бога во Вселенной. Само пространство сущего позволило иметь в себе форму материи. Кристалл, потому что оно всегда стремится к совершенству, завершенности, гармонии, упорядоченности и безупречно выверенной системе взаимосвязей всех элементов всего. А всякая упорядоченность уже и есть кристалл. Это матрица, система взаимодействия, которая призвана качественно пропускать лучи сознания всех существ сущего. Ваша реальность это призма того, что есть в вашем сознании. Так вы говорите, а что такое призма, скажете мне? Это стекло или иной материал, пропускающий свет в изображении этого мира. А что такое стекло? Это кристалл. Так что вся наша реальность это совокупность жидких и твердых кристаллов, через которые мы смотрим на этот мир своим сознанием. И сам мир это кристалл. И потому, смотря на него, через кристалл, призму нашего сознания мы смотрим на сам кристалл, на этот мир. Настолько все проникновен кристалл во всем сущем. Ибо сущее и есть этот самый кристалл. И бесконечно упорядоченная форма различной многомерной материи. Кристаллы полезны с эзотерической точки зрения, если их использовать в духовных целях. Но если наша Вселенная это тело Бога, которое является кристаллом, то почему тогда существует тьма в нашем космосе? Хочется ли назвать тьму кристаллом, прекрасным пропускающим свет, тепло и любовь Бога? Наоборот, тьма это то, что абсолютно затуманено. И ничего через себя не пропускает, а только лишь задерживает, как паразит на себе зацикленный. Тьма это тоже кристалл пространства. Но точнее, она антикристалл. То есть такой кристалл, который призван не пропускать, а задерживать и скапливать в себе весь свет, тепло и излучение этого мира. Это такой аккумулятор. который бесконечно скапливает энергию. Но потом этот аккумулятор никак не расходуется. Из-за чего в обороте Вселенских энергий происходит пропажа энергий, оседающих в животах паразитов, представителей темных сил. Но еще проблема антикристаллов в том, что они скапливают диаметрально противоположную энергию света и тепла, холод и тьму. И сами эти антикристаллы это помутненные призмы, покрытые толстой коркой грязи, крови, слизи и пыли, через которые свет никак не может пройти. Вам известно, что предметы с черной поверхностью очень хорошо впитывают в себя тепло от фотонов света. Так и антикристаллы, покрытые черным слоем, чтобы скапливать в себе всю энергию из окружающего пространства и пожирать ее. Каждый представитель темных сил и есть этот самый живой антикристалл, что несет смерть Вселенной. Есть кристаллы света, аккумуляторы духа, что скапливают энергию, которая потом используется по назначению, а не просто лежит в закромах без дела. А также вам известно, что белая поверхность очень хорошо отражает солнечные лучи и их тепло. И поэтому кристаллы света, покрытые белым цветом, любовью Творца пропускают через себя весь свет. Хорошо его отражают, не останавливая его на себе, а передавая дальше по кругу к другим сущностям и материям Вселенной. И знайте, что каждый представитель высших сил – это кристалл света и любви. Кристаллы – это живые сознания и души. Кристаллы – это вы. И не понимайте это метафорично, а понимайте это биологически и физически. Так устроены ваши тела, сознания и души. Вы – земляне, представители серых сил между светом и тьмой. Вы – неопределившиеся души. Что вам нужно – свет или тьма? И потому ваши нынешние углеродные тела – это антикристаллы и светокристаллы одновременно. И потому ваши тела так смертны и плохо приспосабливаемые к радиации и высоким излучениям космоса. Ибо ваши тела являются по большому счету помутненными кристаллами, которые покрыты толстой коркой черной тьмы, не пропускающей через себя свет и любовь Творца, фотоны, радиацию и другие высокочастотные волны. Но, однако, в ваших телах есть формы и световых кристаллов, улучшающих вашу связь с Богом и вашей душой. И эти кристаллы белы. Они прекрасно пропускают свет. И потому вы у святых видели свечение над головой в виде нимба. Просто у святых подолгу их высоковибрационной службы тела мутировались из белковых структур кремниевые. И эти кремниевые клетки, хорошо организованные в кристаллы, через все через себя пропускающие, и создали в вашем мире феномен нимба. Как я вам уже говорил, кремниевые клетки, ударяясь друг от друга, создают искры и всполохи огня, которые, концентрируясь, становятся радиацией и светом, видимым глазу. Это и происходило у святых. Оттого вы и видели зримое сияние, исходящее от их тела. Так же, как и они, вы все будете сиять. И у каждого из вас будет по нему на голове улыбаться. Вы можете массово использовать в своих технологиях кристаллы разного типа. В принципе, вы этим уже и занимаетесь. Но у вас есть проблема. У вас грязное сознание. Грязный кристалл вашего разума. Оттого вы и создаете грязные творения технологии. И потому вы пользуетесь в своих технологиях кристаллами, не пропускающими свет вообще. Разными металлами. Металлы хорошо пропускают электроны. Они твердые и очень распространенные кристаллы. И поэтому их повсеместно вы используете. Но если ими заполнять все окружающее пространство и инфраструктуру ваших городов и жилищ, то это создает прецедент глобального плохого пропускания энергий. Что я имею в виду? Металлы плохо пропускают не только физический свет, но и свет духовный. Тонкие энергии вашего сознания и души. Они буквально отражают эти энергии и плохо их проводят через себя. Но часто они в них просто задерживаются или впитываются, как в утробу паразита. Всякий металл это аккумулятор энергии. Но если вы повсеместно обставили себя этими аккумуляторами, то где и как вы будете использовать свою собственную энергию, если вы будете ее бесконечно накапливать в окружающих вас металлах? Такое складирование похоже на выкачку вашей собственной энергии окружающими металлическими предметами, когда эти энергии потом никак не используются, а просто оседают в кристаллической решетке этих металлов. И все это колоссальное транжирство энергии. Металлы могут отдавать вашу же собственную энергию, если вы к ним будете за этим обращаться. Но вы же этого не делаете. И вы обставили себя вдоль и поперек этими аккумуляторами-металлами, это давит на ваше сознание холодной металлической тяжестью. Так что вам нужно намного меньше использовать металлов в вашей технологии, инфраструктуре городов, поселении, домов. И тогда их воздействие будет минимально. А когда их слишком много, то это уже перебор и дисбаланс. Это создает глобальную выкачку вашей энергии. И потом из окружающих металлов ваших городов темные силы запрашивают вашу энергию, чтобы ею питаться. Раз уж вы ее сами не запрашиваете. Ваши города и дома должны преимущественно состоять из чистого горного камня. И даже из деревянных конструкций. Камень и дерево должны комбинироваться. На земле не должны строиться высотные здания. И тогда не придется для поддержки этих исполинов вставлять в их скелет кучу металлических каркасов. Дома должны иметь максимум три этажа, не больше. Они не должны быть общими местами проживания, как коммунальные или ваши обычные квартирные дома. У вас у каждого должен быть свой участок и дом, построенный из кирпичей чистых горных пород камня и дерева. И тогда металлических конструкций будет намного меньше в вашем окружающем мире. И откачка ваших энергий в металлы, а потом и в пасти демонов не будет происходить, как сейчас. А так, кристаллов в ваших городах, в принципе, иметь много не нужно. Хотя можно будет строить некоторые дома из горного хрусталя и других распространенных кристаллов земли. Но это уже дело искусства. И того, кто захочет в этих домах жить или существовать, или осуществлять какую-то общественно-культурную деятельность. На этом я закончу, мои друзья земли. Не вешайте нос. И идите в светлое будущее веселым шагом. Я вам, как ученый, изобретатель, официально и торжественно заявляю о факте своего сердца. Я вас люблю. И в этом вся моя наука улыбается. Ваш Никола Тесла. Ваш Никола Тесла. Принял Михаил. Вы прослушали тему Кремниевое тело от Никола Тесла. Кремниевое тело. Тему продолжил nast merk. Кремниевое тело от Никола Теслу. Кремняевое тело от Никола Тесла. Тмили fight. Тему, кремниевое тело от Николи. Тему отличouts. ��.